Слушай, Алёна, что-то я в последнее время вообще ничего не понимаю. Почему я этому не удивлена? Не, ну серьезно. Сейчас в отношении интернета столько новых законов создают, что, наверное, впору в институтах создавать новую специальность. Интернет-юрист какой-нибудь. Интересно, а зачем тебе интернет-юрист, когда у тебя есть я? А ты что, уже получила эту специальность? Да нет, я не получила эту специальность, но зато я недавно ходила на интернет-конференцию iMix 2014, где собирались практически все видные деятели Казнета. Так вот, они нам могут все рассказать и объяснить. Ну хорошо, вот у меня тогда вопрос. Я слышал, что теперь за твит в интернете меня могут посадить в тюрьму. Между прочим, на 10 лет. Ха-ха, Даник, вот ты, как большинство людей, слышал звон, но не знаешь, где он. Ну, просто столько обсуждается все это. Чем обсуждать, предлагаю разбираться. Интернет-это свободная вселенная, где нет рамок и запретов. Там можно найти и сказать все, что угодно. Ну, максимум забанят. Однако, будьте осторожны, ведь реальные законы никто не отменял. Раньше, да, мы интернет воспринимали как свободное поле, могли там обложить нецензурным ранее, могли про кого-то рассказать недостоверную информацию, тем самым нанеся ему политический, финансовый урон. То есть сегодня за это надо будет отвечать. Одно за другим государства принимают законы о разных запретах и ограничениях в отношении противозаконных действий в интернете. Центральная Азия не стала исключением. Например, теперь за клевету в интернете человек может попасть в тюрьму. В Таджикистане на два года, а в Казахстане на 10 лет. Нам в ассоциацию, например, вчера позвонил человек и говорит, вот у меня вот была авария, а теперь вот та сторона меня пытается опорочить и оклеветать в интернете. Что мне делать? Идите в суд. Закон о клевете уже наделал в интернете много шума. Пользователи активно осуждают и критикуют его. Но ведь если вас опорочили в реальной жизни, вы ведь тоже будете недовольны. Так почему в интернете не стоит за это наказывать? Все жути нагоняют с этим законом. Вот давайте кого-нибудь посадят одного, и мы будем тогда смотреть. Есть вопросы к этому закону. Что-то там не допилили, да? Ну, надо посмотреть, как это будет работать, потому что пока нечего бояться. Так что любую клевету еще нужно доказать. И как будет работать этот закон, пока непонятно. Этими запретами власти скорее просто хотят иметь больше контроля над социальными сетями, где до сих пор каждый делал что и как хотел. Так что нервничать пока рано. А вот подумать, прежде чем что-то написать, нужно обязательно. Короче, тема долгая, большая. Будем жить, будем разбираться. А то, что писать надо аккуратно и думать, что ты делаешь, такое всегда было, есть и будет. Аминь. Так, понятно. В общем, я, как и раньше, могу писать гадости. Но если кто-то сильно обидится, то могут и в суд подать. Да? А я не знала, что ты этим занимаешься. А, не, не, конечно. Так, чтобы просто в курсе быть. Хорошо, это я понял. Тогда у меня еще вопрос. А, я недавно слышал о том, что теперь я, как анонимный пользователь, не смогу пересылать интернет-деньги кому-то. Ну, не так, Даник. Вот опять не разобрался. Как не разобрался? Ну, чего я снова не разобрался? Что я теперь анонимно даже за телефон заплатить не смогу? Да я же говорю не так. Сейчас все объясню. Совсем недавно в соседней России были приняты поправки в закон. Теперь у неавторизованных пользователей будет больше ограничений для перевода электронных денег. Одна из самых популярных платежных интернет-систем Яндекс.Деньги даже разослала своим пользователям письма-уведомления. Здравствуйте, Иван Иванов. Мы хотим предупредить заранее. Теперь для некоторых операций нужны персональные данные. Без них будет нельзя. Первое. Платить в нероссийских магазинах, например, App Store или Skype. Второе. Отправлять и получать переводы со счета на счет. Третье. Переводить деньги на карту Visa или MasterCard. Так что теперь всем интернет-пользователям придется выйти из сумрака и открыть свое имя, фамилию, отчество, серию, номер и дату выдачи паспорта, а также свой номер телефона. Но это в России. А что же будет в Центральной Азии? В 2012 году у нас был принят закон с поправками касательно электронных денег. В этом законе определены четко лимиты, по которым можно это все дело делать. Если вы идентифицированы и вам бояться нечего, и вы при этом предъявили свое удостоверение личности, и вы действуете открыто, и вам скрывать абсолютно нечего, то вы можете по нашему закону до 5000 МРП, это, по-моему, 70 тысяч долларов. Если вы не идентифицированный пользователь или не хотите себя показывать, у нас, по-моему, может до 1000 или до 2000 долларов, или даже до 3000 долларов. Так что пользователи в Казахстане уже давно живут с этим законом. Тем более, что эти меры были приняты не для того, чтобы ограничить людей, а наоборот, их обезопасить. Более того, я могу вам сказать, что нынче у нас за последний год появилось 5-6 систем электронных денег, которые непосредственно сами начинают уже занижать этот порог. Почему? Потому что у нас уже сейчас появились случаи мошенничества Фродо. Поэтому, когда вам наносят ущерб в пределах 100 долларов, это еще куда не шло. Но когда вам будет наносить ущерб в пределах 40 или 50 тысяч долларов, ощутимо. Однако, если обычный человек может и не захочет переводить через интернет даже 1000 долларов, то для е-коммерсантов лимит и в 70 тысяч может оказаться мал. И что делать бизнесменам? Как обычно, бизнес сейчас будет находить какие-то схемы, каким образом можно от этого уходить. Когда вы открываете Яндекс.Кошелек, и вам, предположим, надо там отправить, вам кто-то отправляет 20 тысяч рублей, вам 5 тысяч рублей попадет сразу, и будет написано, что 15 тысяч рублей вас ждет в очереди. Просто как только вы потратите эту сумму, вам еще 5 тысяч рублей закинут, еще, еще, еще. Так что волноваться опять-таки рано. Тем более, если вы честный человек и скрывать вам нечего. А кстати, что это ты так переживаешь? Тебе что есть что скрывать? Да нет, мне нечего скрывать. Просто думал, что теперь даже за телефон не смогу платить как неавторизованный пользователь. Ну, я же говорю, не разобрался и сразу начинаешь паниковать. Ну, хорошо, ладно, с этим я согласен. Но у меня еще один вопрос. Какой? Я слышал, что в России будут создавать свой интернет и платежную систему. А мы? Вот как мы? Нас это тоже коснется? Ну, до этого еще дожить надо. А вообще-то специалисты говорят, что это вряд ли произойдет. Российский сенатор Максим Кавджарадзе предложил создать внутреннюю информационную систему, чтобы избежать утечек информации. Россия могла бы создать такую сеть совместно с Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Как мы назовем эту информационную систему, неважно, крокодил Гена или Чебурашка. Последняя даже предпочтительнее, поскольку Чебурашки ни у кого нет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Это было всего лишь предложение, но тут понеслось. Интернет-пользователи наперебой начали обсуждать эту тему. Спешим вас успокоить. Специалисты утверждают, что создание нового интернета, скорее всего, не произойдет. В мире есть только несколько государств, которые спокойно создали свое собственное интернет-пространство. Это Китай. Иран. Но если Иран скорее просто блокирует большинство зарубежных сайтов, то в Китае совсем другой подход. Китай смог создать свой собственный аналог Гугла, Джимэла, свой собственный аналог Амазона. И это все на китайском языке и на основе китайской программы. То есть получается то, что это единственная страна в мире, по сути, Китай, которая может спокойно жить в своей собственной информационной изоляции на базе своих собственных, скажем так, интернет-технологий. Что же касается своей собственной платежной системы, то крупные представители электронной коммерции утверждают, что эта идея не такая уж и плохая. Но только если сделано все будет грамотно. Если говорить о платежной системе, которую сейчас придумывает Россия, в принципе, это большой плюс, на самом деле, для страны, когда внутренние платежи будут ходить только внутри. Но, с другой стороны, у нас же Нацбанк уже несколько раньше собирался запускать систему, но он каждый раз это делал немножко топорно. То есть он, помимо того, чтобы внутренний транзакт запустить внутри, он придумывал то, что давайте заберем банкоматы у банков, а давайте у них посттерминалы заберем и сделаем ей единую систему банкоматов, единую посттерминалу. В общем, эти нововведения могут как наделать много шума и стать губительными для электронной коммерции, так и быть полезными и обеспечить безопасность платежей. Все зависит от того, как это будет сделано. Если это будет сработать топорно, если общественность не будет как бы возмущаться и как-то точить свои права, то это может быть очень плохо. Если же там общественность начнет этот вопрос дебатировать, и как у нас это происходит на конференциях, то я думаю, все можно изменить. В общем, от интернет-конференций, таких как iMix, сплошная польза, и расскажут обо всем, и объяснят, если нужно. Ну да, еще и какие-то глобальные вопросы можно решить, выразить, так сказать, свое мнение. Может, кто и прислушается. Ну, тоже верно. Но могу сказать, что в любом случае, какие бы законы в отношении интернета ни принимались, паниковать сразу не стоит. Но осторожно быть все-таки нужно. Это я точно понял. Ну, это как и везде в жизни.